Я так понимаю, вы ее катком укатаете сейчас в песок? Да, мы часть прошли сейчас, пробные. Можете посмотреть, она как бы... Я был сегодня, был-то. Ну, как бы купится. То есть, учитывая, что она колотый гранит, у нее поверхность неровная. Соответственно, они это выкладывают в маскаре на песко-цементную смесь. Дальше проходит у нас каток. Вы хотите сказать, что сейчас она уже на песко-цементную выложена смесь? Частично, да. Сейчас воду спустим. Погодные условия, мы маленькие открытки сделали. Вот. Проходим катком. Сейчас вода сойдет, я думаю, все, там, дырочки дренажные сделаем в лужи. Вода сходит маленько. Мы начинаем проходить катком. Щели у нас остались. Соответственно, промеж плиты, потому что она в разбежку идет. В процессе мы идем с песко-цементной сухой смесью. Дальше идет гиброплита. И все это метется, расконцовывается. За счет того, что нижний слой у нас в любом случае у нас влажный. Это все встает. И, в принципе, я думаю, что это будет хорошо. Вот сейчас там посредине, где вот плитка не лежит, есть лужа такая, которая не уходит. Хотя, в принципе, там песчаная подушка и она должна убежать. Смотрите, объясню, это физика, да. То есть, слева, справа у нас и прямо везде плитка лежит. Она в любом случае, да, есть песок. Здесь песок у нас свободный. Соответственно, он в этой точке просто копился в отличие. И второй вопрос. Вот там глава района тогда в Инстаграме написал, что поверх этой плитки они собираются заливать каток. Вот. Да. То есть, это как бы предусмотрено, да, износ. Не будет ли проблема гидроудара или там вот этот цикл разморозки-заморозки? Все-таки это же брусчатка, щели между ними. Ее лед будет давить. Это не просто брусчатка цементная, да. Это клубы, как гидроударная. Очень прочный материал. Очень прочный материал. Поэтому я не думаю, что должно быть гидроудара, как вы говорите, ну, взрывание, да. Тут по площади, учитывая, что у нас будет ответная цементная смесь и расконцовка. Мы с многими специалистами общались, поэтому вопрос, что в Ютубе смотрели. Некоторые, опять, просто песком даже заделали, и все, все, всякие цементные. Учитывая, что основание бетонное у нас. Но вы сами вот как организация такую технологию первый раз делаете, стилите покрытие? Мы сами как организация, да. Но мы есть специалисты, которые такую брусчатку куповали. То есть в составе бригады есть люди, которые это делали, да? Да, именно стилисты, которые этим занимаются. Все-таки как строитель. Я понимаю, что там дизайнер нарисовал. Вы бы сами как под такую ледовую площадку советовали бы такое обустройство брусчаткой? Или обошлись бы какими-то другими традиционными материалами? Ну, смотрите, для катка вообще в принципе ничего не нужно, правильно? Ну да, уплотненные груды. 15, наверное, или 20 лет чистое поле заливали. То есть смотря, что с чем сравнивать. Ну вот эта брусчатка, смысл поверх нее лить каток? То есть она, ну что она, влагонасыщение меньше? У нее вообще есть влагонасыщение. То есть будет проще заливать? У нее очень большая. Грубо говоря, простота заливки катка. То есть меньше воды тратится, да, и все. То есть разницы никакой. Можно на асфальт так же. Ну, я думаю, там основной это эстетичный и долговечный материал. Песко-цементная брусчатка, да? А она в любом случае такой не будет. Потому что у нас была комната гранит, в которой рубится камень. Больше у жителей вопрос возникал. Сейчас они видят незаконченный вариант. Вот эти неровные, соответственно, неукатанные булыжники. И думают, как там поверх чего-то залить. И как вообще по ней ходить. То есть возникает ощущение, что это вот так криво как бы все и останется. Мы когда начали первых, наверное, 15 квадратных метров выложили. Позвонили в дирекцию капитального строительства. Позвонили Павлу Степановичу. Приехали, посмотрели. После того, как мы прошли катком, то есть, в принципе, все вот эти моменты ушли на ноль. А сколько гарантий на этот вид работы будет? Пять лет. Пять лет, да? Мы больше переживаем, чем вы. Потому что материалы дорогие. Работа тоже недешевая. Даже у нас суд подрядчики, которые работают. Но вот сейчас ищем компромисс, чтобы нам не уйти в наядок. А вот смотрите, но все-таки, когда каток там этот стаивать будет, там будет предусмотрена какая-то разуклонка, чтобы, ну, вот это сливалась куда-то вода или она естественным путем? В любом случае не будет уходить, потому что со стороны дренажного канала там предусмотрен дренажный канал. Ну, это будет либо в этом году, либо с на следующим годом. Дренажный канал находится рядом с тропинкой, между катком и тропинкой. Соответственно, там идут еще опоры освещения определенные, да? Потому что надо трубы проложить на освещение и сразу в параллели делать этот дренажный канал.